Здравствуйте! В эфире Ивантеевское телевидение. Программа «День за днём». Я Екатерина Бондрева. Сегодня в нашем выпуске. Главная безопасность. ГосАдамтехнадзор проверяет состояние детских площадок. Романтика космоса. Школьники встречаются с героями и покорителями пространств. Без эксцессов. Ивантеевка в штатном режиме перешла на цифру. Привычка побеждать. Театральная студия «Сюрприз» снова первая. Об этом и многом другом прямо сейчас. По итогам прошедшей недели, благодаря действиям инспекторов ГосАдамтехнадзора Московской области, в регионе привели в порядок 789 объектов. Среди них и детские площадки. Они должны быть на цепях, то есть цепной, либо веревке. Но не жесткий подвесок. И вот этого не должно быть. ГосАдамтехнадзор говорит, жесткое нет. С жестким подвесом на качелях. На сегодняшний день все игровые элементы на детских площадках соответствуют современным требованиям безопасности. В городе сейчас, я смотрю, везде много хороших площадок сделали. Где-то больше, где-то меньше. Мы всем довольны. Ребёнок тоже. С Мурякова 12. Площадка новая. Претензий у ГосАдамтехнадзора нет. Инспектор заостряет внимание родителей на песочницах и просит их внимательно следить за тем, в каком песке играет ребёнок. Нет ли там посторонних и опасных предметов. Хорошо, что появилась площадка, потому что приезжаем за старшими детьми в школу. Так можно. Вот, пожалуйста, погода хорошая гуляет. В соседнем дворе инспектор замечает выступающие основания детской горки. ГосАдамтехнадзор предписывает устранить нарушения в кратчайшие сроки. Основание игровых элементов должно быть заглублено не менее, чем на 20 сантиметров от поверхности. Вот это всё обкапывать и её всю заглублять. Выступающие гвозди в песочнице. Этот деревянный бортик полностью под замену. Что касается качества песка, то в городском хозяйстве заверяют, что скоро его будут обновлять. На сертифицированные и прошедшие все необходимые анализы. Мы нашли, конечно, нарушения, но они исправимы и вреда здоровью, слава богу, детям нанести не могут. Это отсутствие защитных чехлов на качелях. Спасибо оперативной работе МБУ городское хозяйство. Всего в городе сейчас насчитывается порядка 180 детских площадок. В течение месяца ГосАдамтехнадзор должен проверить состояние всех игровых зон. На портале Добродел начался сбор предложений по ремонту дорог Подмосковья на 2020 год. От Ивантеевки в списке 93 дороги. Больше всего предложений по улице Трудовой. Мнениями делятся как автомобилисты, так и пешеходы. Среди предложений промзоны улицы Толмачёва, а также участки дорог по Третьей, Пятилетке и Победы. Сбор предложений продлится до 1 июня. А с 1 мая в Ивантеевке начнется масштабный капитальный ремонт пяти дорог. Это улицы Школьная, Толмачёва, Смурякова, а также 1 и 2 Нижние. 15 апреля Московская область полностью перешла на цифровое вещание. В Ивантеевке переход состоялся спокойно. Ивантеевские кабельные сети с начала недели отработали 15 заявок с портала Добродел. Проблемы у жителей были разного рода. От сломанного пульта до ненастроенного телеприемника. На прошлой неделе специалисты ИКС изучили ситуацию с переходом на цифровое вещание по 108 адресам из списка, поступившего из правительства Московской области. Абоненты ИКС не ощутили изменений при пользовании услугой кабельного телевидения, сообщают в Ивантеевских кабельных сетях. В седьмой школе прошла встреча учеников и активистов движения «Молодая гвардия» с космонавтами. Школьники внимательны. У настоящих героев стоит поучиться. Преодоление страха, психическая устойчивость, готовность к нештатным ситуациям. Эти навыки необходимы и здесь, на Земле, которая так прекрасна с орбиты. До этого ты никогда не видел, и первый раз видишь, и видишь, что она действительно сферообразная, очень красивая. Земля из иллюминатора – это самое яркое впечатление. Гости отвечают на вопросы, всегда интересные, иногда даже сложные. Такие оцениваются самими космонавтами. Авторы лучших отмечаются грамотами. Почему спасательная капсула, в которой космонавт возвращается на Землю, не сгорает? С чего? Очень хороший вопрос. Молодогвардейцев Ивантеевки интересуют вопросы межличностного общения, лидерства. И, конечно, герои космоса в этих вопросах разбираются, как никто. Вы говорите «лидер». Мне вышло так, что везде, где я был первым руководителем, я сначала обосновывал создание этого подразделения. 36-й космонавт России Владимир Аксенов дважды Герой Советского Союза, а 77-й космонавт Юрий Усачев – Герой России. Что не конкурс, то победа. В этом году школьная театральная студия «Сюрприз» участвовала в трех фестивалях и везде стала лучшей. Недавно юные артисты вернулись с московского кинотаврика и привезли первое место и два специальных диплома. В основе каждой репетиции и выступления – ритм. Чувствовать его даже в статичных сценах, в словах, в самых простых движениях – учит юных артистов педагог-хореограф Людмила Маякина. И хоть у школьной театральной студии нет ни отдельного танцевального зала, ни зеркал, ни станков, ребята не понаслышке знают о растяжке, выворотности, позициях и сценодвижении. Наш театр, мне кажется, отличается тем, что он очень интересен, бывает, на сцене во время выступления. Это огромная такая сплоченная работа с одним подъемом, с одним ритмом и с одним нервом таким вот. Театральные конкурсы по нескольку в год. Москва, Дагомыс, Сочи. И неизменно с наградами. На конкурсе при институте имени Щукина жюри единогласно и не сговариваясь поставило высший бал. И пожюрили, что ивантеевцы не подали заявку на конкурс режиссеров в категории «Профессионалы». В студии занимаются школьники с 1 по 11 класс и для каждого подбирают роль по силам. Мы говорим за колесами, мы сможем, мы сможем. И потом выходим смелостью. Сначала я переживаю, что не смогу себя выдержать. Ну, получается. Каждый год образцовый детский коллектив ездит на международный фестиваль «Кинотаврик». В этом году показывали отрывок из спектакля «Конетель» на стихи детских поэтов. И снова первое место. Егор Бабков и Иван Краснов в номинации «Художественное слово» были отмечены специальными дипломами. А всего в конкурсе чтецов приняли участие сразу четверо наших. Не дети, а картинка. Ленка остановилась посреди комнаты. А я? Чучело! Резко сдернула шапочку, открывая всему миру свою остриженную голову. Чучело! Занимаюсь я уже с 5 класса. Как я сюда пришла, я сразу поняла, что это мое. Мне очень понравилось. Я вот не представляла, как я раньше. Почему я раньше не пришла с 1 класса? Дом, семья. Это самая настоящая семья. У меня даже муж здесь, можно сказать. Потому что если что-то нужно сделать, он помогает. Это дом, это, во-первых, тандем с Людмил Юриной. Причем такой 20 лет мы вместе. 20 лет. И за эти 20 лет, я думаю, мы дополняем друг друга. Раз в год театральная студия «Сюрприз» устраивает творческий вечер, куда приглашает своих нынешних и бывших воспитанников. На сегодняшний день в школьном театре занимаются около 60 человек. И в завершении выпуска о погоде. 19 апреля в Ивантеевке утром будет прохладно от 0 градусов. К полудню воздух прогреется, а днем потеплеет до 11 градусов. Ночью ожидается плюс 1, плюс 4. На этом у меня все новости на сегодня. С вами была Екатерина Бондарева. Всего вам доброго. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова